Книга «Открытым оком», 12-й том, вопрос 2739, тема «Молитва». Вы говорите, что нужно молиться по лестовке, по четкам. Значит, вы приверженец кисихазма? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Сохрани Бог от такой пропасти. Кисихазм в чистом и неповрежденном мире есть самое настоящее буддистское учение. Видимо, кто-то из монахов побывал там и принес это купаумие на Афон. Здесь механизм входа в созерцательный кайф один к одному с буддийскими монахами. Но так как там это искусство нирваны было на несколько столетий раньше самого христианства, то и гадать не нужно, кто от кого воспринял. Только вместо «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», повторяемое бесчетно у тех «Ом, маны падмэхум», сокровище в лотосе, приветствую тебя. Я-то говорил о поклонах не более десяти по десяти позициям. Итого сто поклонов. Можно и без этих костылей по пальцам. А можно просто кланяться при надобности. Исихасты от греческого «покой, безмолвие, отрешенность». Безмолвник, молчальник, их появление современно появлению монашества. Муж мудрый безмолвие видит исходный пункт всех построений в этой области. Теории Исихазма расцвели особенно в XIV веке. Классическое описание техники Исихазма дает уже в XI веке монах Симеон из Константинополя. Затвори двери твоей кельи, сядь в углу и отвлеки мысли от всего земного, телесного и скоро приходящего. Потом склони подбородок твой на грудь свою и устреми чувственно и душевное око твое на пупок твой. Далее сожми себе ноздри своей так, чтобы едва можно было дышать. Отыщи глазами примерно то место сердца, где сосредоточены все способности души. Сначала ты ничего не увидишь сквозь тело твое, но когда проведешь в таком положении день и ночь, тогда, о чудо, увидишь то, чего никогда не видал, увидишь весьма ясно, что вокруг сердца твоего распространяется божественный свет. Противник Исихазма, монах Парлаам, окрестил это своеобразное любопудрие попоумием или пуподушием. Защитником Исихазма выступал Григорий Палама. Он вывел Бог по существу един, но в нем много энергии. Энциклобедический словарь христианского книга 1, страница 652. Когда такое прочитаешь, то лично у меня возникает вот такая картина. Двухмесячный мальчишечка лежит на спинке в люльке и водит ручками, нащупывает свой табачок между ног и начинает его перебить. И даже в этом возрасте у него возникает половая щекотка, так что приходится иногда надевать варежки на руки ему, чтобы он этим искусством в кавычках не увлекался. Вот так и бездельники по утрам играют со своим пупом и мучают блудного беса, кто кого повалит. Эти тогдашние учителя Исихасты сгодились бы на преподавание уроков палеологии. Книжная мудрость – великое дело, но практика жизни покажет иное. Читал, услаждался, участвовал смело, нигде не свербит, не соднит и не ноет. В знании много-много печали, особенно кто сострадателен к горю, нам слышится ржание, бряцание мечами. И с тем, кто не прав, нам уже не поспорить. Ответственность наша в сократ возрастает. Что знали последствия гнусных поступков? Впоследствии жизнь по местам все расставит. Не зря же толкали нас события в ступке. Кто не ученый, топор неточеный, он тупо глядит на исход по баранье. Прожил на ошибках, растратил никчемное на все замечания, рассыпавших бранью. Учение свет, а не знание тьма. Привык и со школьной скамьи повторять. Не знание свобода, не знание тюрьма. Не будь же всеядный, жирая подряд. Создатель нам дал Библию, чтущим его, вершину и знаний, и откровений. К мудрости этой спеши и бегом. Явите похвальное к истине рвение. Истории прошлых событий и фактов достигли нас, добирающих крохи. Стихам, словно каплям по темечку капать, тогдашнее вытащить к нашей эпохе. Развернута прошлое вновь панорама. Нас Бог призывает к спасению в нем. В Иисусе Христе ни мощами, ни храмом отвергни себя, чтобы выжгло огнем. Не всякое знание нужно живущим, но только влекущее к вечно нетленному. Евангельской верой приблизимся к сущему. Питаем Писание каждою клеткою. 23 марта 2005 года. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok